Дорогие друзья, мы с вами проходим удивительный курс Кей-Артур. Господь – это битва, научи меня, как устоять. Это курс о духовной войне. Сегодня третье занятие. Первое занятие было о том, что надо признать, что существует духовная война. И сатана, как рыкающий лев, ходит за каждым, ища, кого бы поглотить. И если ты дитя Божие, признай, что ты находишься в духовной войне, потому что сатана имеет это желание совратить детей Божьих. Второе наше занятие было посвящено происхождению сатаны. Откуда он взялся? О его грехе, о его падении, об ангелах, которых он увлек за собою. Мы рассматривали Исайю, Зикииле, Бытие, Откровение. Сегодняшнее наше занятие – тактика сатаны. И вот у него три тактики. Это, первое, посеять ложь. Сегодня мы будем говорить об этом. Следующее занятие, сегодняшнее занятие – посеять страх. Следующее – посеять ложь. А еще одно занятие будет о том, что сатана все время обвиняет. Вот это чувство вины сеет. Давайте, родные, поговорим, что это такое – сеять страх. Знаете, когда человек боится, то им легко управлять. Поэтому характер врага необходимо знать, что через страх сатана хочет добиться чего? Того, чтобы ты сошел с пути Божьего. Вот свидетельство, которое я хочу привести в этом курсе. Это было уже не в первый раз, когда в моем сознании возникали мысли о самоубийстве. Они возникали и раньше, еще до моего покаяния. Тогда, когда мои мечты о счастливой, долгой семейной жизни разбились в дребезги, и я не видела уже никакой надежды и выхода, я спустилась в подвал нашего дома, чтобы найти там веревку. Затем я подумала о своих сыновьях и вернулась обратно. Эти мысли возникали у меня и в другой раз, когда давление служения казалось невыносимым. Я находилась тогда в ванной комнате в доме моей мамы, и эти мысли снова возникали в голове моей. А почему бы тебе не покончить с собой? И тогда-то я осознала, что враг преследует меня. Хотя и не была в неведении относительно его козней. Я знала, кто был убийцей. Я знала точно, что он вор, который пришел украсть, убить и погубить. Но все же я не отдала свои мысли сразу в послушании Христу, а потакала своей плоти. Это была настоящая война. И в этот момент я была застигнута врасплох. А это очень опасно для солдата. Помните Ефесиным, 6 глава, где сказано о том, что вы имеете все оружие Божие, солдат, который должен быть одет в броню праведности, шлем спасениями, щит веры, ноги в готовность благовествовать мир. И если такие мысли приходят себе в голову, о чем это говорит? Что ты какой-то солдат неподготовленный. Необходимо знать характер его нападки. Каков его характер? И я хотела бы, чтобы мы посмотрели здесь. Вот я записала вам книгу Евангелия от Анны, 8 глава, 44 стих. Очень хорошо сказано, что делает сатана. Вы пишите для себя, пожалуйста, и пометьте определенным цветом, какие его действия. И как он тут назван. Заметьте, дьявол, это только один стих. Тут сказано, что отец ваш дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, не устоял в истине, когда говорит ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Значит, что мы узнали? Что он назван, вы исполняете похоти отца вашего. Кому сказал Христос эти слова? Фарисеям и книжникам. Тем противникам Христа, которые противостояли ему. Значит, мы видим, дьявол, отец кого? Противников Христа. Те, кто противится Христа, это все дети дьявола. Мы узнали, что он имеет похоти. Да? Тут сказано, исполняйте похоти отца вашего. Он назван человекоубийцей. Когда? От начала. Там, в бытие третьей главе, когда появляется впервые сатана, когда сказано, змей был хитрее всех зверей полевых. Что? Для чего он там явился, Еве? С этими сомнениями, которые он ей посеял. Цель человека-убийца. И это случилось с Адамом, с Евой, когда они отошли от Бога и поверили сатане. Смерть пришла в их жизнь. Дальше сказано в 44 стихе Иоанна 8 главы, что он не устоял в истине, что в нем нет истины. Записывайте прям библейскими словами. Ничего не надо своего. Дальше. Говорит ложь. Что он говорит? Он говорит свое. Он Еве говорит вроде бы, как оподлинно ли сказал Бог, что вы умрете, как будто бы сомнений сеет. А потом же ей говорит, нет, вы не умрете. Он говорит свое, а не Божие. И дальше сказано он лжец и отец лжи. Один только стих. Обратите внимание, какая глубокая характеристика сатаны, который пришел в этот мир украсть, убить и погубить. Что он хотел погубить в этом свидетельстве, когда мы читали женщину, которая служит Христу и при этом имеет вот эти, вдруг пробегают эти мысли даже о самоубийстве. Это необходимо понимать, что ты находишься в духовной войне. Это не твои мысли. Это сатана тебе посылает эти мысли. Смотрите, в Деяниях 5.3. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Это ситуация, когда, помните, она не из Сапфира, когда они решили утаить из цены проданного дома и принести меньшее в Дом Божий. Сатана вложил в мысли. Поэтому, что делает сатана? Он работает с мыслями. С мыслями человека, чтобы там сеять всякие негативы, всякое отрицательное, всякую депрессию, несостоятельность, гнев. Давайте посмотрим 1 Петра, 5 глава с 6 по 11 стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим досовершит вас, доутвердит, доукрепит, досоделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Смотрите, если бы мы взяли это первое послание Петра и тоже рассмотрели с вами, выделяя вот эти ключевые слова, ключевые мысли, с тем, чтобы посмотреть картину, которую хочет Господь нам с вами раскрыть. Смотрите, мы бы тут записали, скажем, три колоночки, да? Давайте запишем здесь первое Петра, значит, пятая глава, шестого по одиннадцатой стихи. И как бы мы озаглавили эти три колонки? Значит, давайте озаглавим, что мы узнали о дьяволе, да, или сатана. Вторая колоночка, какие Бог дал повеления, повеления Бога в этом отрывке. И, наконец, третье, Божие благословения, если ты исполняешь эти повеления. И очень интересно тут заметить, только всего несколько стихов, пять стихов, с шестого по одиннадцатый стих. Смотрите, какое Божье, с первой колоночки, что мы узнаем о сатане? Значит, мы видим, он назван здесь противником, да? Трезвитесь, бодрствуйте, восьмой стих, трезвитесь, бодрствуйте, как он назван? Противник. Запишите, пожалуйста. И дальше запишите о нем. ходит, как рыкающий лев. Ходит, как рыкающий лев. И далее я вам буду перечислять, а вы, пожалуйста, работайте. Ищет, кого поглотить. Вот его какая работа. И заметьте, с первых стихов, как сказано, смиритесь под крепкую руку Божию. Поэтому какие повеления Божии? Смиритесь. Смиритесь перед Богом под крепкую руку Божию. Дальше. Все заботы возложите на него. Все заботы возложите на кого? На Бога. И дальше. Он печется о вас. Трезвитесь. Запишите, пожалуйста. Бодрствуйте. Это тоже повеление. Смиритесь, возложите на него заботы, трезвитесь, бодрствуйте. И, наконец, последнюю колоночку. Запишем те благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе. Стих 10. Здесь сказано, что Бог, сам Иисус Христос, по временном страдании вашим, что сделает? Совершит вас. То есть он вас через страдания совершенствует. Утвердит. То есть то, что сатана хочет сеять в тебе злое, это может обратить и в доброе, как говорят, забитого двух небитых дают. Через эти испытания Бог утверждает тебя, следующее, укрепит, да, и что еще? Соделает непоколебимыми. Родные мои, вот я вам дала текст, а вы, пожалуйста, подробно все запишите. Что вы узнали из этих текстов о враге дух человеческий? Это о дьяволе. Какие Бог дал повеления в связи с тем, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить? И на чьей ты стороне, дорогой друг? Потому что Божьи благословения приходят только тогда, когда ты выполняешь повеления Божьи. И эти благословения Бог совершенствует нас, утверждает нас, укрепляет нас, соделает нас, непоколебимыми. Удивительно, что вот эта такая работа, тщательная над текстом, она дает, естественно, и свои результаты, то есть благословения. Потому что сказано, пребывайте в Слове Божьем, да не отходите я книга закона, день и ночь, поучайся в ней, тогда ты будешь успешен, во всех путях твоих будешь поступать благоразумно. Потому что исследуйте писания, вы думаете, через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Значит, не просто читайте, а исследуйте, работайте с текстами. То, что я попыталась вам хотя бы, за не менее, конечно, времени такого большого, это можно целый час говорить на эту тему, взять один, только в шесть стихов здесь вернее, с шестого по одиннадцатый, и посмотрите, какая раскрывается картина. Почему такой призыв, как мы должны себя вести? Почему, что это такое сатана делает, ходя как рыка из щели? Это сеет ложь. Интересно заметить, что слово сатана используется 54 раза в Ветхом и Новом Завете. А дьявол встречается 34 раза в Новом Завете. С греческого языка слово дьявол, диаболос, переводится обвинитель, клеветник. Это слово произошло от глагола диаболо, обвинять, злословить, клеветать. А слово сатана, еврейское слово сатан, означает противник Бога, то есть Бога-противник. Мы встречаем впервые слово сатана, в Слове Божьем, 1-й проплеменон, 21-я глава, 1-й стих, когда сатана восстает против Израиля и побуждает Давида сделать исчисление народа. Второе упоминание о сатане встречается в книге Иова, 1-я и 2-я главы. И мы могли бы посмотреть сейчас в 1-й главе, когда, прочтите, пожалуйста, с 1-го по 22-й стих, когда сказано о человеке Иове, который был непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла. И 6-й стих был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Отвечал сатана Господу и сказал, а я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, а разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стадо его распространяется по земле? Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Заметьте, что делает сатана? Он знает, что Иов под охраной Божией, потому что он говорит, не ты ли кругом благословил его? Значит, он знает, что Бог благословляет, как был благословлен Иов, но ему покоя это не дает, как совратить детей Божьих с прославления пути Божьего? И поэтому он нашептывает на людей, как он сделал это на Иова. И мы здесь видим, как противостал Иов крепкую веру всей своей жизнью. Об этом говорят все 42 главы Иова. Какой пример Иова, как противостать сатане? Мы с вами продолжаем, родные, теме, что сатана сеет страх. Его цель сеет страх с тем, чтобы ходить, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить. Неверующий уже служит ему. Но вот как он работает с верующими? Мы заметили с вами в книге Иова, что сатана что делал? А лгал на Иова и посылал на Иова такие страдания, вряд ли кто бы не испугался, понимаете, потеряв все свое состояние, а потом ведь случилось, что даже потерял он всех своих детей. так, больше того, сатана еще решил коснуться его плоти. И вот здесь важно увидеть, что дьявол работает во всех направлениях. Давайте посмотрим текст Иова, вторая глава с первого по десятый стихи. Я даже вот на доске записала некоторые, значит, то, что выписала об Иове, и что мы узнали из этого текста о сатане, как он работал. Давайте прочитаем этот текст и выделяйте ключевые слова и записывайте их. «Был день, когда пришли 2 глава Иова с 1 по 10 стих, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа, и сказал Господь сатане, «А откуда ты пришел?» отвечал сатана Господу, и сказал, «А я ходил по земле, обошел ее, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». То есть, когда мы в 1 главе с вами в прошлый раз рассматривали, сатана послал всякие несчастья в жизни Иова. Это он потерял все имущество и он потерял своих детей. Так сатана не успокоился и опять пришел к Богу. И тогда, когда Бог говорит, что вот какой Иов, а ты возбуждал меня против него, в 4 стихе отвечал сатана Господу и сказал, а кожа за кожу, за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою, коснись кости его плоти, его благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Отошел сатана от лица Господне поразил Иова проказы лютые от подошвы ноги его, по самой теме его. И взял он черепицу себе, чтобы оскоблить себя ею, сел в пепел и сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Давайте сделаем с вами текст Иов, вторая глава с первого по десятый стих. А теперь запишем, что мы узнали здесь о Беове, третий, можно сразу с первого стиха, сказал Господь, в третьем стихе, да, раб мой Иов, что мы узнали? Что он Божий раб. Из этого одного только стиха. Мы сейчас узнаем об этом удивительном человеке, который столько пережил напасти и страстей. И как он вышел с этого противостояния. А тема наша духовная война. Нам нужно учиться у Иова, что в Иове было таким необыкновенным, что сатана всю злобу свою обрушил на него. Третий стих, раб Бога. Вы пишите, как дальше сказано. непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, тверд в непорочности своей. Даже когда он пережил крушение своего имущества и детей, он сказал, Бог дал, Бог взял, я все это от Бога получил. Он был тверд в непорочности своей, в уверенности пред Богом, в чистоте своего сердца перед Богом, в справедливости, в богобоязненности он удалялся от зла. Посмотрите, сатана, на каких он нападает. Видите? Смотрите, что он делает, исходя из этого, с этого отрывка. Первый стих. Что мы узнаем? Он предстает перед Богом, сатана. Он ходит по земле, как сказано в Библии, что князь, господствующий в воздухе. Вот земля, воздух, вот где воздух, там и он. То есть получается в везде. Он что делает? Желает поражать. Потому что в пятом стихе сказано «простри руку твою, коснись кости его и плоти его». Потому что когда поражается плоть, мы знаем, как через здоровье очень часто приходит такое уныние, такое расчарование, такие вопросы, а почему Бог послал ребенку или мне, или вот где же Бог, я же верующий человек. это все бесовское, он желает через плоть поражать, чтобы у нас, сеять в нас всякое что, разочарование, лишать нас сил духовных. Наконец, что он сделал? Он поразил Иова проказою, страшным заболеванием, когда Иов должен был черепицу и себя скоблить, как сказано здесь, здесь день и ночь. И Иов даже пережил то, что пришла жена и говорит, похули Бога и умри. Вот жена как-то, видите, наверное, поэтому она не заслужила, ну, она пережила многое, она потеряла имущество и детей тоже, но все-таки не она была поражена проказою, а Иов. потому что здесь уже жена в виде, какой ее муж, она говорит, Господи, да лучше уж умереть, чем ты так вот так страдать. Мы видим, как сатана даже через жену хотел Иова сломить и сломать. Вот такая его цель сатаны. На кого целиться? На непорочных. Значит, его желание ходить за детьми Божьими, неверующие уже ему принадлежат, а он что просит? Простри руку твою и коснись Иова. Мы должны вот что помнить, родные мои, что власть сатаны ограничена, потому что Господь что тут говорит? Он дает ему только часть, разрешает чего-то. Он говорит, душу его ты не можешь тронуть. То есть, все-таки мы должны помнить, что окончательная победа за Богом, вся сила у Бога Даниила 4 глава 34-35 стихи, где сказано, что Царь Небесный, Которого все дела истины, пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо. Мы с вами в прошлый раз рассматривали, как Господь смирил гордо ходящих. Сатана возгордился, захотел быть выше звезд. И его конец, гибель, ад. Поэтому будем помнить, что все во всем есть Господь. Исайя 45-й глава 6-й 7-й стих. Я образую свет и творю тьму, делаю мир, произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Нет Бога, кроме меня, автора законе, 32-я глава, 39-й стих. Вот это очень важно родные мои понять, а то иначе мы будем думать, что сатана такую уж власть имеет, если он во всех сферах как бы князь господствующий в воздухе. Но кто ставит ему все ограничения? Бог. А кто позволяет ему касаться? Тоже Бог. Но ведь с пользой, согласитесь, потому что Иов в последние глава он восклицает. Раньше я слышала тебе слуха муха, но теперь очи мои, глаза мои видели тебя. Потому что он через эти страдания, испытания встретился с Богом так, как будто он глазами увиделся с ним. Еще что важно понять, что сегодня всякие мультфильмы детские, всякие игрушки детские, начинается все с детских лет, уже оттуда культивируется вот это знаете общение с дьяволом и с сатаною. Потому что вы посмотрите эти мультфильмы, которые сегодня очаровывают наших детей. Что там привлекательно? Зло привлекательно для того, чтобы вот эти молодые впечатляющие умы привлечь. Зайдите в магазин с игрушками. Что там за игрушки придумали для детей? Это тоже все страшное такое. И все это признаки последнего времени. Значит, свидетельство о том, как часто дети верующих родителей ведут себя, что иногда ужасаешься, смотришь, что это такое. Так сатана действует через детей, через семью, для того, чтобы что? Всячески-всячески заявить о себе, привлечь к себе и утвердить в себе. Вот эта духовная война, она очень реальна сегодня, как она была во дни Иова. Давайте посмотрим те тексты, которые говорят, что делает сатана. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Посему явился дьявол, да, для чего? Для греха, свернуть нас на грех. Но Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Значит, ты можешь противостоять дьяволу только через Иисуса Христа. Ефесинам 2.2 выжили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Видите, как он действует? Тех, кто противится Христу. Иоанна 12.31 ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. Выпишите, пожалуйста, так, как мы делали сейчас, выписывали все о сатане из книги Иова. Запишитесь, 1 Иоанна 3.8, Ефесинам 2.2, Иоанна 12.31, и 12 глава 31 стих. И что мы видим? Каков результат? Откровение 12.7. На небе война произошла. Михаил, ангелы воевали против дракона, а драконы, ангелы его воевали против них. То есть, против кого? Против Михаила с ангелами. Значит, божьи ангелы и бесовские ангелы, они имеют вот это столкновение. И очень часто эта духовная война, которая происходит невидимо, как бы в воздухе, она отражается здесь, на земле. Воюют нации, воюют люди, воюет семья внутри одной семьи, все во вражде. Что происходит? Сатана атакует мысли. И очень часто эти негативные мысли потом отражаются и в поступках. Он атакует именно разум. Для чего? Чтобы через это сеять зло и сеять ненависть. Матфея 13 глава 19 стих. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его. Вот кто означает посеянное при дороге. Это притча семени. Когда сатана слушает Божье слово, дети Божьи ходят в церковь, слушают слово Божие, но когда они не вникают в слово Божие, не живут словом Божиим, что делает сатана? Он похищает это посеянное слово. И оно остается что? При дороге. Это значит птица раз и склевывает это слово. очень важно находиться в слове Божьем, если мы хотим противостать сатане. Сатана играет, знаете, одну из главных ролей в книге Откровения. Там будет последняя схватка. И эта битва произойдет во всей полноте. Какова его тактика? Я хочу некоторые вещи посмотреть. Матфея 16, глава 23, стих. Петру говорит он Отойди от меня сатана. Христос говорит Отойди от меня сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Видите, соблазном даже вот служащий Богу может быть Петр. А вот видите, соблазнился, когда он хотел, чтобы Христос не пошел на крест. Лука 22, 31. Симон все сатана просил сеять вас как пшеницу, предупреждает Христос. То есть сатана хочет разделять, лишать нас силы. 1 Фессалоникийцам 2,18 Я, Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. То есть он препятствует Божьему делу. 1 Фессалоникийцам 3,5 Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы не искусил вас сатана, искуситель, не сделался тщетным труд наш. Сатана искушает. 2 Фессалоникийцам 2,9 Того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силой знамениями, чудесами ложными. Сатана действует еще всякими чудесами. Притчи, давайте Матфея 13,24 13 глава с 24 по 30 стихи, где сказано в притчах, что Царство Божие подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Люди спали, враг пришел и посеял, что? Он между пшеницу посеял плевелы. То есть он сеет обман между правдой, он смешивает и хочет, чтобы это его ложь была как бы правдой. Но мы видим, что он исковывает, он, как он лишил здоровья Иова, как он, дочь Авраамову, в Евангелии от Луки 13, глава 16 стих. То есть мы видим работу сатаны во всех сферах. Во всех сферах. Как противостать ему? Противостаньте сатане крепкою верою и убежит от вас. О, вот. Андрей, что он и говорит, Андрей, нету, Продолжение следует...